Таких как Михаил Пугачев можно назвать ветеранами АТРа. На форуме он был три раза. Два года подряд не возвращается с Белокурихи без заветной статуэтки. А ведь когда-то его не хотели брать на работу. Сейчас Миша сам себе предприниматель. Студент открыл мастерскую для инвалидов, которые валяют из шерсти игрушки, одежду и этим зарабатывают себе на жизнь. Проект Михаила выстрелил на форуме Алтай.Роста. Я сначала даже не расслышал, что я победитель. Потому что свет прожекторов очень сильный был. И очень большой шум тогда был. Я даже не расслышал. И тут мне другие участники номинации толкают и говорят, да ты победитель, иди вперед, поздравляй. Я не поверил. Как так? На грант в 100 тысяч рублей Михаил закупил много шерсти, расходный материал, швейную машинку. Когда деньги закончились, люди стали приходить со своим материалом. Мастерская продолжает жить, а занятия, которые там проводят, помогают в реабилитации детей с умственными отклонениями. Здесь инвалидов не просто готовят к обществу, но и дают зарабатывать на своем хобби. Шерстяные игрушки, валенки, тапочки выставляются на продажу в интернет-магазины. Шляпку сделала, палантин сделала, шарф. У меня такое ощущение, что это занятие вас очень расслабляет. Это правильно. Прямо релаксационный характер носит. Кстати, в этом году форум поменяет свое имя. 10 лет мы слышали про Алтай – точки роста, теперь же Алтай – территория развития. Программа включает в себя 14 направлений. Это спорт, культура, сельское хозяйство, предпринимательство, самоуправление и не только. С 9 по 14 июня АТР объединит более полторы тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Когда только объявили регистрацию форума, у нас буквально за первую неделю зарегистрировался Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Самара. То есть откликнулась вся Россия, хотя информационных писем и таких информационных поводов не было. До конца регистрации остаются считанные дни. А значит, еще есть возможность попасть на форум, заявить о себе, выиграть грант и реализовать идею. А Миша Погачев в этом году уже в четвертый раз отправится на Сибирское подворье. И, конечно, уже с новым проектом. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.